передная посылка с магазина томом уже с таможенным платежом кое-как оформили вот у нас наушники вот такие приехали супер люкс не убить их пока раньше времени миди клавиатурка олесис на каждую из этих на каждый из этих инструментов будет свой обзор аудиокарта берлин жиру фори mc 204 hd тоже сделаем хороший обзор и наконец-то сама гитара harley benton бренд магазина томом вот надеюсь живая за это я больше всего переживаю так торжественно раз посмотрим гитарка запечатана надежно как обычно стандартные ключики запасная затычка для струн не сказать чтобы в этот раз они прям так запаковали что вообще просто придраться ни к чему можно было конечно поплотнее лично мое мнение но у меня такое чувство что посылку эту блин похоже ее открывали где-то наверно на таможне смотрели что там внутри считаю что цена была больше 200 евро так то тут открываем так головка грифа показалось ловко грифа показалось что это типа скол что типа нет это просто это просто выширканная деревяшка скола нет ладно дальше сам гриф так сейчас я вот распаковали гитару harley benton хб как называет харламов батрудинов по-другому хб какие-то серийные номера тут а какие струны установлены написано это очень хорошо уже знать будем на какую мензуру настроен нижний порожек в принципе вся гитара абсолютный идеал доехала без всяких сколов без всего расстроенная пусть там не гундят и не врут что гитары все настроены с harley benton нет нифига но это как бы не показатель самое главное мне понравилось вот это гитара приехал из германии made in china ну так и должно было быть потому что гитары harley benton производится китае но под контролем немецких специалистов там серийный номер даже есть все как положено звукосниматель фишман фишман звукосниматель так а где батарейка вставляется верно здесь должна где-то быть а вот здесь вставляется батарейка у нас ну и поиграем вставляем через нее попозже анбоксинг миди клавиатуры 25k usb олесис v25 магазин тома конечно и у нас такие но германии она дешевле новая клавиатура как идет запаковано хорошо надежно документики usb кабель вот она сама клавиатурка а огонь клавиши чтобы не нажимать он дрампады ну чё жестенький в принципе бить по ним нормально кнопочки кнопочки в первое впечатление нормально без пафоса без всякого нажимаются крутилки жестенькие это хорошо не болтается ничего ну и прорезиненные прорезиненные крутилки модуляция что тут еще velocity как она там модуляция pitch band наверное вот скорее всего так и клавиши сорвем так сказать ну-ка о клавиши нажимаются классно это мне напоминает cork k25 есть такая клавиатура у нее конечно помягче нажимается клавиши там вообще прямо огонь в магазине я пробовал но здесь зато полноценный размер для руки так сказать для моей в самый раз микросхемки видно просматривается ну что теперь так гнездо для сустейн педали нафиг она мне не нужна usb вход ножки прорезиненные ножки прорезиненные ну собрано хорошо качественно на столе много места не займет зато все на борту будем подключать пробовать распаковка наушников superlux hd 660 про спамана магазин тома у нас такие конечно же не продают а в германии они стоят недорого я уверен что они очень качественные выполнены конечно упаковка выполнена шикарно самое главное что здесь как заверяет производитель но высокое качество воспроизведения звука линейных характеристик есть мешочек стандартный кабель достаточно качественно сделан мягонький наклеечки амбушюры бархатные или как они велюр что немаловажно потому что с велюровыми гораздо лучше работать так здесь у нас что ну здесь у нас кожзам разумеется в принципе можно сверху или на ли спросили сразу обшить тоже так же велюром черным у меня есть ну за две с половиной тысячи я считаю 150 омные наушники а которые 10 герц качают до 20 с лишним мне кажется лучше варианта нет самое главное что смотрите какой размер размер самих динамиков самих ушей то есть закрывает полностью ухо и я думаю что будет достаточно комфортно в них работать это разумеется скорее всего не алюминий а какой-нибудь силумин я думаю но попробуем как они звучат послушаем значит эти вот проводки они не тканевые то есть кабель обычный здесь хлор винил наверно в принципе он тут особо не мешает послушаем попробуем попробуем как они звучат распаковка аудиокарты Behringer упорье UMC 204 HD кто кого упорол это мы посмотрим в общем Behringer упорье так опа хорошая штука так ну как сделано то достаточно качественно упаковано Behringer как обычно тут всякие инструкции мы тебя слышим как из фильмов ужасов лозунг так грузизна чтобы тут еще а USB кабель ну так то тяжеленькое судя по всему не пожалели железо. Кабель нормальный кстати с фильтром ферритовым, то есть как бы для снижения помех вроде как должно помогать. Карточку посмотрим, как она запаковано. Нет, мы так не будем, мы лучше по сбоку его отрежем. Мешочек этот уже точно куда. Ну что я могу сказать, с виду очень качественно выполненный продукт, я конечно скептически к фирме Behringer отношусь, но тут все есть на борту, все входы и выходы и тюльпанчиками пожалуйста и джеками и миди есть, питание 48 вольт и даже для замка крепления, чтобы никто типа не упер. Самое главное что стерео, есть мониторный контроль независимый, моностерео переключение очень немаловажный факт. Единственное что всегда делают, меня бесит вот никогда не сделаю два выхода на наушники, всегда сделают гору всяких входов всяких со всех сторон, но обязательно всегда один выход на нам почему не сделать два, ведь когда сводишь звук, особенно если в живую работаешь с вокалистом, то надо чтобы слышал то что воспроизводит вокалист и звукорежиссер и вокалист сам слышал фонограмму, чтобы правильно пел, то есть как правило минимум два выхода на наушников, раньше делали почему-то на картах сейчас настали. Ну это так сказать пожелание, это все решается конечно усилителем для наушников, внешним которым мы к этим тюльпанам подключим, но тем не менее. Спасибо!